всем привет сегодняшнее видео посвящаем особенностям разведения неразвучников сейчас пойдем в вольеры покажу расскажу что нужно учесть тем кто собирается держать неразвучников на что надо обратить внимание так сейчас перед вами излишки роскоши это вот два неразвучника которые не споровались значит по предварительным данным вот этот который светлый фишер самка а вот зеленый классический вроде как честно сказать не могу сказать точно то ли самка то ли самец в общем они не споровались сидят сами по себе я решил их убрать чтоб там было все поровну и птицы приступили к размножению ну значит убрал я этих неразвучников только потому чтобы не было драки из-за домиков потому что могут драться в процессе выбора домиков но решил поэтому убрать и потому что в принципе зачем они нужны допустим если я буду кормить питанием чтобы получали мои такие разводня моя получала витаминный корм а те будут съедать а толку нет поэтому у них я их отсадил и немножко меню будет разное то есть здесь будет более обогащенное проростом ветками так сказать витаминами минералами а тем можно допустим просто кормить классическим зерном овощами такими как морковка и ветками и так здесь я уже установил на днях два домика поставил думаю два домика в принципе можно было три домика сделать но я решил все-таки на двух остановиться понаблюдая если будет драки из-за одного домика к примеру выберут левый оба повешу еще один чтобы рядышком повешу они там поделятся и будет хорошо я повесил два домика видите они абсолютно противоположных углах этого вольера то есть одни могут там выбрать комфортно а другие могут здесь выбрать и будет им там хорошо значит бумажки повесил на обыкновенный скотч написал просто дату установки домиков вот 11 марта 21 года домик все это я знаю что домик повесил так по поводу домиков я ранее снимал видео там я размеры сообщал сейчас я вам покажу внутри что происходит в домиках потому что бывают некоторые домики внутри установлены палочки у некоторых домиков внутри установлены лесенки там для спуска но у меня домик видите невысокий то есть там никаких лесенок в принципе не надо неразвучий прекрасно прыгает еще есть домики внутри установлена вот эта палка идет до задней стенки но у меня она только до начала домика то есть за как попугай заходит в домик там он в принципе прыгает ну а неразвучий как вы знаете если не знаете то неразвучники внутри делают большие гнезда и в принципе палка вот эта которая идет через весь домик она там в принципе лишняя сейчас домик открою покажу что внутри происходит на сегодняшний день так вот смотрите здесь немножко я сделал это крышка домика держится на саморезах потому что как бы домик не внутри то есть если крышка откроется то попугай улетит здесь саморезы они еще новые в принципе немножко туго идет но это разработается будет от руки открываться вот я открыл и так что шуруп просто откручиваем можно допустим сделать один шуруп а другой просто гвоздик туда вставлять но изначально сверлом просверлить и чтобы задача будет такая чтобы крышка сама не сдвигалась а к верху она в принципе не поднимется но хотя может и к верху подняться но если гвоздь будет там внутри будет гвоздь то он ее не даст к верху а вы ее рукой вытащите и посмотрите или можно здесь прибить небольшую речку и когда вы закрываете чтобы эта речка кубик был там внутри отсюда всовывайте гвоздик это к тому чтобы быстро открывать допустим открыли посмотрели что внутри ой там неразвучник был сейчас минутку вот уже сидит видите уже сидит сегодня 13 число домик поставил 11 числа три дня попугай уже начал осваиваться залез в домик сейчас может выгоню короче немножко опилок насыпал но буквально там жменьку так просто чтобы чтобы допустим когда птица там будет что-то строить кал не прилипал к дуну обволак и обваливался в опилках и нормально было давайте закроем не будем птицу пугать потому что у нее можно сказать новоселье так в общем палочки обратите внимание сейчас покажу палочка у меня видите на на пороге домика заканчивается то есть в домике палочки нет если у вас есть желание можете себе палочку сделать но особо это не обязательно сейчас я закручу и дальше покажу все видите я закрутил саморез у меня на это уходит ну может ну и в общем не быстро надо открутить отвертку туда-сюда у кто держит дома можете в любом случае какие-то засовы незамысловатые придумывайте потому что неразвучники очень умные они могут открыть и улететь по комнате будет летать у кого на улице улетят на улицу итак вот у нас домик значит установлен это вы видели что я использую для строительного материала неразвучники используют будет правильно сказать что неразвучники используют для строительного материала своих гнезд это вот обыкновенная ива я вот буквально сегодня сейчас принес иву но думаю покажу я вам тоже чтобы чтобы у вас визуальное представление было что нужно потому что читать одно это одно слышать одно это тоже одно а когда вы увидите глазами что это вот обыкновенная ива уже немножко даже почки тронулись не видно вот видите немножко почки тронулись то есть неразвучник ее поезд перебьет в такую полову как мочалка будет и устроить себе дом гнездо вернее в доме в этом скворечнике так значит на что надо обратить внимание обратите внимание на строй материал обязательно потому что кто-то использует к примеру другие деревья там как береза липа вишня абрикоса слива особенности этих перечисленных веток они склонны к пересыханию а ива обладает особенностью она хорошо содержит держит в себе влагу то есть яйца неразвучника не будут пересыхать в домиках не должны по крайней мере пересыхать тут еще зависит какая влажность будет в общем помещении если в общем помещении будет жарко сильно жарко не тепло а именно жарко может быть допустим тепло но там влажность как в парилке там нормально а вот если жарко сухой воздух то зародыши эмбрионы яиц погибнут и никто не вылупится вот это надо знать обязательно в общем я рекомендую использовать именно ивушку также можно вербу вот то что на берегу речки растет бывает ива разная там по месту кто где живет сориентируйтесь но лучше ивушку так в плане кормления из рациона не выбывает овощи это морковка потому что сейчас начало марта ничего кроме морковки в принципе тыквач можно но тыквач хуже едят свеклу вот видите какая получается здесь перемешка тут и морковка они в первую очередь поели пророщенные тут у меня пророщенный овес пророщенная пшеница кукурузы кстати смотрите ни одной нет а вон что то есть от кукурузы шалушка кукурузу едят шикарно вон вон огрызок от кукурузы остался тоже моченая кукуруза едят они ее прекрасно кто-то скажет может кто-то переживает что кукурузу неразвучник не возьмет прям без проблем берет разъедает разгрызает следа не остается ну в общем тут так вот здесь ветки корм замочка пророщенка овощи помимо ивушки кстати можно дать добавлять немножко до вишни и березы липы вот эти все сливы лыча это как бы для еды но не чтобы он дом строил и вы посмотрите что неразвучник изначально будет строить дом из ивушки а в плане питания можно там добавлять ему всякие разные деревья но все-таки на момент когда он строит себе жилища лучше давайте ивушку потому что он в любом случае все будет тащить туда вот видите там вход в дуплянку с внутренней стороны выглядит так и вот сейчас обратите обратите внимание на видео три неразвучника я сперва не придал значения четвертый а четвертый уже в гнезде сидит собирается наверно ну или осваивается или осматривается первое время неразвучники вот так занимают гнезда на вечер кстати можно будет посмотреть понаблюдать вечером наверняка те кто споровались уже будут полностью сидеть на входе допустим самка внутри самец на входе или вместе будут туда прятаться это говорит о том что тоже пара сформировалась птицы споровались а вот видите это на самец да 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 вот этот апельсиновая голова споровался с тем фишер этим с масковым свет осветленным а этот фишер споровался у меня с синим масковым он фишер выглядывает значит что касается паровки неразвучника ковозки можно порвать кого с кем нельзя порвать тут все относительно надо понимать что вы хотите от попугаев допустим что касается селекции селекции селекционных работ там поруются абсолютно все бананы с фишерами розово щекими масковыми зеленые с черными желтые с белыми любые любые но там кто порует они понимают что они делают и что они хотят получить на фильм в результате понимаете как к примеру я вам приведу два примера если вы споруете обыкновенного классического розово щекова и фишера вы получите потомство но опять таки это будет нелегко споровать надо чтобы подобрались они произвольно вот как здесь пары выбрали друг друга произвольно а не насильно я посадил допустим ты поруешься с этим не так сложно так даже хуже в общем когда у вас поруется произвольно розово щеки и фишер они дадут потомство но это потомство уже потомство не даст то есть понимаете надо вот из этого тоже исходить получится неразвучники но они будут без функции размножения просто будут красивые неразвучники и все но если вы споруете неразвучника фишера неразвучника маскового эти эти птенцы они склонны к размножению а если споровать обыкновенного розово щекова и допустим желтого розово щекова тоже птенцы склонны к размножению вот это надо учитывать хотя некоторые умудряются эти селекционные работы вести неразвучника с разово щеки и потом этих птенцов снова перекрещивают все потихонечку получается тут надо знать свои особенности но это уже более такая глубокая тема для обывателя в принципе она чужда я думаю вот вы так вот кто хочет в домашних условиях развести это вам ивушка домики кормление овощи пророст замоченное зерно и будет успех в принципе обеспечен но не стоит забывать про влажность сейчас поговорим с вами немножко о влажности что касается влажности раньше я экспериментировал делал двойное дно в домике ставил здесь было допустим двойное дно здесь были маленькие отверстия или прям сетка металлическая плотно ставил туда чашки с водой и якобы вода испаряется яйцам там нормально инкубироваться но бывает и с такими домиками отрицательный результат некоторые держат на улице в вольерах на улице и домики висят под прямыми лучами солнца представляете что там происходит в разгаре лета все пересыхает яйца пересыхают и успеха нет надо учитывать это надо допустим если уличные вольеры затенять чтобы была тень чтобы была прохлада тогда там будет сохраняться влажность вот вот такие вот нюансы надо учитывать у меня допустим здесь помещение летом здесь прохладно то есть мы заходим здесь не то что не жарко а есть прохладно то есть вы телом чувствуете где прохладно вот в таких прохладных условиях попугаем лучше плодиться кто-то разливает по полу в воду есть еще такой небольшой прием как увеличить влажность в помещении я имею ввиду берем ведро воды наливаем опускаем туда знаете есть такие распылители аквариумы используются применяются для аквариумов воздух рыбкам и вы этот распылитель там он компрессору подсоединяется и в эту воду постоянно дует воздух и он мелкими пузырьками поднимается и таким образом влажность в помещении тоже увеличивается но опять-таки повторюсь если у вас помещение зимой быстро промерзает а летом быстро нагревается то вам там очень сложно будет поймать эту влажность так что так в принципе один такой вот нюанс такая трудность или как препятствие в разведении неразвучков это влажность что касается солнечного цвета это тоже относительно многие спорят то что надо инфракрасный цвет кто-то говорит можно и без солнечного света но как вот на моем опыте достаточно просто обыкновенной смешанной солнечной радиации кто не знает что это такое это элементарно то что вам солнце в окно светит и освещает в помещении то есть вы в помещении можете без лампочки читать книжку там или газету читать вот этого ультрафиолета достаточно для разведения успешно неразвучника то есть не в ультрафиолете там вся соль так какие подводные камни могут ожидать любителей неразвучника вот обратите внимание здесь у меня обыкновенный уголок вольер тыльные стенки бетонные из бетона побелены просто побелены здесь фанера здесь обыкновенная сетка то есть неразвучник может погрызть эту фанеру видите какая она мягкая бумажная но опять таки он же не дурак и и просто так грызть он ее грызет когда домики строит когда допустим веток не хватает но есть конечно исключения есть дураки и неразвучники сейчас покажу что может ожидать еще бывает так что они грызут проводку и очень им это дело нравится и грызут они ее я бы сказал просто загляденья вот например что касается проводки в этом помещении у меня видите так сделано лампа люстра к ней идет просто провод вот провод здесь держится и опускается в резетку вот это моя ошибка ну почему я допустил такую ошибку в этом помещении раньше были канарейки нежданно негаданно сюда нагрянули неразвучники все было бы ничего но вот смотрите видите как они зачистили провод вот все поели это на загляденье электрику кстати кто занимается электрикой зачищаете проводку советую завести вам неразвучника птица незаменима зачищает провода лучше всякого ножа там или какого-то приспособления специального в общем вот и это дело бьет током но у меня тут получается заземление есть и когда попугай касается просто выбивает фазу эту узо выбивает и попугай остается живой у кого нет заземления то попугай при соединении двух правдов будет убить насмерть и все так что с этим друзья не шутите это вот моя группа лиц неразвучниковой породы здесь сидят они временно поэтому надо все быстренько сделать но не всегда на все хватает внимания значит провода потом а вот тут они за несколько раз я изоляю кстати изолировать вообще бесполезно нужно одевать такие шланги просто берете водопроводную шлангу твердую и одеваете полностью на провод как чехол и у вас будет проводка в этом шланге водопроводном в твердом есть такие капроновые шланги прошли а внутри веревка там видно просвечивается вот эти шланги будут прекрасно защищать вашу проводку так что вот кому кто в таких условиях вольерах держит вот пожалуйста можете проводку прятать в шланге если вот как у меня видите тут сделано было за пять минут со временем неразвучники отсюда возможно уйдут на уличный вольер не знаю все никак не решусь или просто здесь сделаю немножко поменьше они вот у меня соседствуют волнистыми кстати соседствует волнистов с волнистыми и вот одна сетка бывает сколько они тут уже полгода сидят вот два раза было такое что лапки кусали волнистыми но не откусывали просто кусали и те быстро улетали вот хочу или здесь сделаю вот так вот вот тут у меня дверь открывается я здесь перегоражу сеткой и у тогда окна и будет это стая но опять-таки это стая проредится домики поставлю уже принципе можно ставить кстати наблюдал недавно многие кормят сидят самцы самочек там ухаживают вовсю то есть неразвучник в принципе этот уже почти готов обратите внимание рассветка мордочки у всех становятся уже яркими но не прям сто процентов но уже яркость начал набирать неразвучник то есть это говорит о том что не за горами у этих неразвучников начнется период размножения период размножения это значит когда птица становится паловозрелой а как мы знаем элементарно как определить птицу паловозрелая она или нет когда птица набирает взрослую окраску то есть если это волнистый перелинял взрослую окраску он стал паловозрелый карела то же самое розела и вот перед нами неразвучники почти уже набрали яркий цвет почти так что надо готовиться быстрее а этот кстати вот такой невзрачный у меня тут постоянно и живет какой-то у него перья рыхлые не знают он не не нравится постоянно вот на животе хорошо видно что перья рыхлые что с ним происходит не знаю а остальные все хорошие бодрые вон там бананы спрятались ну и пугливый конечно не без этого все в принципе про неразвучников что на сегодняшний день у меня актуально я с вами поделился имейте ввиду продолжение следует подписывайтесь всего хорошего до скорой встречи